Добрый вечер! В эфире «Весец Карачаева Черкесия» в студии Руслан Жукаев. Улицы превратились в реки. В одном из торговых центров Черкесии, Черкеска пробила стеклянную крышу и град посыпался вовнутрь. По информации МЧС по Карачаевой Черкесии, в результате стихии есть пострадавшие. К сожалению, один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль. В результате комплекса неблагоприятных метеоявлений пострадали Хабецкий, Абазинский, Прикубанский районы и Черкеск. Для ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеоявлений привлекаются спасатели Карачаева Черкесского спасотряда МЧС, сотрудники пожарно-спасательных частей, аварийно-спасательные службы города. Группировкой сил оказывается помощь населению. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел сегодня оперативное совещание с председателем правительства Муратом Аргуновым, заслужил информацию о ситуации в районах. Руководитель региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Если обратившийся за амбулаторной медицинской помощью, Рашид Тимрезов дал поручение Министерства охранения Карачаева Черкесии Казиму Шаманову оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Также поручил всем аварийным и коммунальным службам незамедлительно приступить к аварийно-восстановительным работам. К другим темам. Сегодня на очередной сессии депутаты определили дату выборов в парламент 7-го созыва. Они состоятся в единый день голосования 8 сентября. Альбина Ламкова продолжит тему. Очередная 57-я сессия прошла под руководством председателя Народного собрания Александра Иванова. И первый вопрос пленарного заседания – выбор депутатов парламент Республики 7-го созыва. И предварительное голосование партии «Единая Россия», где Александр Иванов выступил с важным сообщением. Все фракции, все партии активно участвуют в поддержке наших бойцов спецопераций, кто чем может. Поэтому всем хочется сказать за это огромное спасибо. И добавить еще хочу, что вчера состоялось заседание Генерального совета «Единая Россия». Тоже много было вопросов посвящено как раз поддержке участников специальной военной операции, их семей. И результаты предварительного голосования были утверждены Генеральным светом партии «Единая Россия». И было принято решение, чтобы глава республики Темрезов Рашид Борисбевич возглавил список «Единой России» на выборах осенью этого года в парламент нашей республики. Это доверие, оказанное руководством, говорит о том, что у главы республики выбран правильный курс и путь, по которому идет регион. «Единой мы с вами», – добавил председатель Народного собрания. Затем в ходе заседания был заслужен доклад о соблюдении права и свобод человека и гражданина в республике. 2023 год для ведомства был юбилейным, и ему исполнилось 25 лет. Руководитель Уполномоченного по правам человека Зарема Малатова отметила, что деятельность ведомства оценивается не по количеству поступивших жалоб, а по количеству восстановленных прав граждан. В 2014 году, когда я только была назначена, у нас процент был маленький – 4% от количества поступивших жалоб. Сейчас мы достигли в 2022 году 23,2% восстановленных от количества поступивших, и в 2023 – 22% – это хороший показатель. Потому что нам помогает в первую очередь и поддерживает это глава, это депутаты Народного собрания, председатель парламента Александр Игоревич, естественно, органы исполнительной власти, местного самоуправления, общественные организации и правоохранительные органы. Затем в связи с истечением срока полномочия освободили от должности Уполномоченного по правам человека Зарему Малатову. По представлению главы республики, ее же кандидатуру рекомендовано на новый пятилетний срок полномочия. Парламентарии поддержали единогласно, так как за время работы она проявила себя как настоящий профессионал своего дела. На очередной сессии республиканского уровня обсуждались важные социальные вопросы, включая тему материнского капитала. Так, в двух чтениях одобрен проект закона о республиканском материнском капитале при рождении четвертого ребенка. Теперь его могут использовать, не дожидаясь трех лет, и он будет носить заявительный характер. В первом чтении приняли, а ко второму чтению мы получили поправки от главы республики. Спасибо ему, что поддержал и сделал переходный период. И теперь закон будет действовать с января 2025 года, и в 2025 году будут выплачиваться детям, рожденным в 2022 и 2023 годах. Закон разработан с целью улучшения положения многодетных семей, что соответствует приоритетным задачам 2024 года, объявленного указом президента страны Владимиром Путиным «Годом семьи». Парламентарии внесли изменения в региональный закон о квотировании рабочих мест для инвалидов республики в связи с изменением федерального законодательства. Организации, в которых работает 35 и более человек, квотирование для инвалидов 3%. В организациях, где уже свыше 100 человек, 4%. Ряд законопроектов, принятых на 57-й сессии, разработан в связи с изменением федерального законодательства. К нему относятся и установление ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции. В двух чтениях принят законопроект о внесении изменений в статью 10 закон о республике о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Еще на сессии рассмотрен проект закона об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Участники заседания выразили уверенность в том, что реализация и выполнение поставленных задач поможет обеспечить социальную защиту и равные возможности для всех граждан республики. Альбин Ламков, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Справедливость, уважение, забота. Под таким девизом вот уже год региональный фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО и их семьям. Оказывает адресную поддержку в решении возникающих вопросов и проблем. Свой первый день рождения филиал отметил сегодня в кругу близких, друзей, партнеров и тех, кому они помогли. Фатима Даурова подробнее. Ровно год назад в Карачаево-Черкесии заработал филиал уникального фонда «Защитники Отечества», который при поддержке президента и всех государственных структур занимается решением проблем ветеранов и семей погибших при исполнении воинских обязанностей. Поздравить с первой годовщиной сотрудников регионального фонда пришли представители власти республики, кабинеты министров, депутатского корпуса и причастные к волонтёрскому делу жители Карачаева-Черкесии. Создание фонда – уникальная практика для России. До сих пор в истории нашего государства не было структуры, которая на федеральном уровне объединила бы в себе решение многих проблем, помощи, заботы, поддержки всех, кто обращается в фонд. Это и участники СВО, и ветераны специальной военной операции, и члены семьи, бойцов, которые погибли, исполняя свой воинский долг. Мы ответственно и с пониманием важности поставленных перед вами задач подошли к реализации указа президента. Более 30 сотрудников фонда сегодня работают по принципу одного окна. Командой филиала за это время было рассмотрено и разрешено около 3000 обращений. Чаще всего они касались вопросов назначения денежных выплат, социальных мер поддержки, получения удостоверений ветерана боевых действий, оказания медицинской помощи. За самоотверженность и самоотдачу в работе сотрудники были отмечены благодарственными грамотами и письмами от различных министерств и ведомств. Особую благодарность хотел бы сказать нашим психологам, которые каждый день у нас принимают людей. Людей с разными проблемами, начиная от семейных, посттравматических проблем. Они работают на износ. Для бойцов нужна поддержка не только на фронте, но и в мирной жизни. Для них предусмотрен целый комплекс. Это медицинская и психологическая помощь, обеспечение лекарственными и техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, помощь в трудоустройстве, проведение юридических консультаций по вопросам оформления тех или иных льгот. Эффективность помощи протянутой руки ощутил на себе и ветеран боевых действий в зоне СВО, кавалер Ордена Мужества Замиргусов. Я помню, какими я приехал, мои родители помнят, какими я приехал. А теперь, став спокойным, мирным человеком, то есть, плодотворно вернули меня в мирную жизнь. В общем, не сняются взрывы, разрывы, гранаты. Еще раз с праздником Защитника Отечества. Спасибо всем, кто поддерживает нас, всем, кто были за наших бойцов. Спасибо всем вам и нашим бойцам, конечно. Казим Байрамкулов был в числе тех, кто по зову сердца отправился на помощь к бойцам. После контракта я устроился на эту организацию, то есть, фонда Защитника Отечества. Был на истоках. Через два месяца работы, к сожалению, я бросил эту работу, чтобы поехать обратно на линию фронта. Не мог без ребят. Вы знаете, вот на линии фронта ни у кого нет ощущения страха. Что интересно, они все идут вперед. Они идут, любую задачу они выполняют с улыбкой на лице. И даже будучи по обстрелям, они всегда улыбаются. И сегодня бойцы, защищающие интересы Родины на передовой, могут быть уверены, что, вернувшись домой, они не окажутся одни перед лицом трудностей. У них есть те, кто о них позаботится и поддержит в сложные моменты. Фатима Даурова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Днем 21-23, выше нуля и высокая пожароопасность. Продолжаем наш выпуск. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ПДН. Инспекторы по делам несовершеннолетних работают в нашей стране уже 80 лет. Накануне праздника мы провели один день с сотрудницей этой службы Белла Бачаева, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по Черкесскому. Победила в этом году в республиканском конкурсе «Лучший в профессии». О рабочих буднях инспектора ПДН в материале Беллы Джозаевой. Здравствуйте. Как ваши дела? Все хорошо. Спасибо. Как поживаете? Все нормально. Посещение своих подопечных – одна из главных составных в работе инспектора ПДН. Они знают про эти семьи и все. И зачастую дружат с ними даже после того, как снимают их с учета. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних – это не просто работники полиции, а своего рода педагоги в погонах. И преподают они уроки жизни подросткам, которых принято называть трудными. И нередко им удается поставить их на путь исправления. Мы давно знакомы. Мы знакомы еще с ней, с Шахаром. И она мне очень хорошо помогает. Вот, допустим, вчера буквально я позвонила ей, так как сейчас уже конец учебного года, я попросила ее, чтобы она помогла нам определить двоих старших детей, школьников, кулаги. Она сказала, что с удовольствием нам поможет. Белла Батчаева в полиции с 2012 года. Но она известный в нашей республике человек. Особенно в спортивных кругах была двукратная чемпионка мира по армрестлингу. Этим видом спорта она занималась с самого детства. Выиграла все существующие спортивные кубки. А до работы в полиции занималась тренерской деятельностью. По ее собственному убеждению, спорт и сейчас очень помогает в ее нынешней работе. И отчасти спортивная подготовка помогла нашей героине выиграть конкурс лучшей в профессии. Знакомишься со своими коллегами. Вдруг по каким-то вопросам, по каким-либо сложным ситуациям, ты можешь обратиться к ним, спросить, что у них там, какая у них там практика, допустим. Это обмен опытом. Также состязаться, во-первых, понять, то есть по сравнению с такими сотрудниками, как ты подготовлен, как физически, так и какая у сотрудника там служебная подготовка. Работа с детьми – сложнейшая деятельность. Инспектору ПДН доверено самое ценное – детские судьбы. История каждого ребенка индивидуальна. Где-то причиной плохого поведения стала семейная драма, где-то безразличие и безответственность близких. Такие семьи сотрудники ПДН контролируют постоянно. А самое главное – они проводят профилактическую работу, чтобы было как меньше правонарушений. Свою задачу было видеть в том, чтобы достучаться до каждого подростка и его родителя. Конечно, мое желание такое, чтобы дети и их родители совершали как можно меньше административных правонарушений, преступлений. То есть, когда профилактика проводится на должном уровне, профилактика преступлений, административных правонарушений, то, конечно же, совершается меньше административных правонарушений, преступлений. Рабочий день сотрудника ПДН совершенно ненормирован. И, как правило, раньше 10 вечера выйти из кабинета получается редко, не говоря уже о дежурствах. Они сталкиваются с самыми разными случаями. И на их долю выпала непростая задача – сделать все возможное, чтобы оступившегося в жизни подростка направить на правильный путь. И подобрать каждому ребенку свой ключик, нужные слова, способные предостеречь его от ошибок и изменить всю оставшуюся жизнь. Былась Жозава Михаакар Акелян, Вести Карачаева, Черкесия. В преддверии дня защиты детей сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии совместно с секцией молодежного совета присоединились к ежегодной акции «Судебные приставы детям». Инспекторы в Центральном парке Черкеска устроили настоящий сюрприз для маленьких жителей. Встречали их с улыбками, дарили сувениры и сладости. Воздушные шары, раскраску и шоколадку. Детство – это самое прекрасное и беззаботное время, полное открытий, игр и чудес. Дети – самый главный смысл в нашей жизни. Наша задача – обеспечить им счастливое детство. Окружив их любовью и вниманием, говорят судебные приставы. И это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Поймай меня, если сможешь». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова